Что изменилось за то время, как с 2017 года стало приезжать много людей, например, из Российской Федерации, в качестве беженцев? Уже прошло довольно достаточно времени, 3, даже 4 года. За это время где-то из 100% людей, может быть, процентов 10 или 15, может быть, получили позитивные решения. Когда остальные люди получали отказы из миграционного министерства, из департамента, значит, после этого люди имели возможность обжаловать это в апелляционном суде. После ожидания, например, в апелляционном суде, в большинстве случаев, в 90% людей получают отказы, потом подают все в Верховный суд дела. В большинстве случаев, в таком большем все-таки случае, Верховный суд не принимает, конечно, к рассмотрению эти дела. Если же он принимает, то в большинстве случаев он выносит позитивные решения, изменяя решения апелляционного суда и миграционной системы. Что же случается с теми, которые, например, получают отказ, или вернее о том, что не принимает их дело Верховный суд? Если у кого-то хватает терпения, силы дальше как-то бороться, то такие люди имеют право сдаться второй раз по вновь открывшимся каким-то обстоятельствам. Может быть, в их стране что-то произошло за их время пребывания на чужбине, или же, может быть, они вспомнили то, или забыли какие-то документы, которые они принесли на интервью в МИГРе. Поэтому какие-то добавления делают, например, ищут новых адвокатов, или бывает, как сам себе адвокат. Люди стараются делать все возможное, чтобы как-то продлить время проживания здесь. У кого-то, может быть, сдают нервы, это действительно давит нас в такое эмоциональное состояние, от этого, может быть, нет такого душевного спокойствия. Кто-то уезжает в третьи страны, например, некоторые отдельные, может быть, люди, например, поступают в учебные заведения, как-то учатся, чтобы, например, с пользой проводить это время здесь, в Финляндии. Что дает, например, обучение в каких-то учебных учреждениях? Но фактически оно не спасает от решений апелляционного или Верховного суда. Если уже вносится там, например, депортация, последняя инстанция, то, конечно, обучение оно не спасет. То есть к этому времени нужно тогда переводиться на студенческую визу. Если человек успевает сделать трудовую визу, то, конечно, это же совсем другой вариант. То есть это другая жизнь, другие шансы открываются. Но могу сказать, на данный момент самую последнюю инстанцию, именно когда человек второй раз сдается в миграционную службу, то еще нет ни единого такого решения, ни отрицательного, ни позитивного. Поэтому будем смотреть, будем следить за временем, за обстоятельством. Надеемся, что они будут выносить положительные решения. Почему такие есть надежды положительные? Потому что за то время пребывания, пока человек находится здесь, после всех этих отказов, несколько мудрее, что ли, или прибавляется какой-то определенный опыт, ты уже знаешь какие-то определенные обстоятельства, и тогда, может быть, у человека больше шансов получить. Хотелось еще отдельно добавить, что Финляндия сейчас пересматривает миграционную систему в отношении рабочих мигрантов, потому что замечено было, что через каких-то там десяток лет экономика Финляндии немножко будет падать, поэтому правительство пересматривает отношения именно к трудовым мигрантам. Они хотят привлечь большее количество, десятки тысяч извне рабочих специальностей, различных специальностей, начиная от простых там каких-то рабочих специальностей, медиков, может быть, каких-то ученых. Поэтому они пересматривают или упрощают, будут упрощать порядок выдачи трудовых виз. Например, уже осенью этого года правительство собирается внести какие-то новые законопроекты, поэтому если у кого не было возможности раньше приезжать сюда как-то по трудовой визе, то сейчас это будет как-то уже пересмотрено. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал.